Порожник раз громыхал по дороге, как консервная банка. Надя судорожно прижимала ногами резиновый коврик, с которого не переставала клубиться пыль, спиной упиралась в скрипучие пружины сиденья и недружелюбно взглядывала на шофера Ваню Зуева, будто он нарочно устроил ей такую тряску. Ваня невозмутимо покачивался за рулем, лениво посматривая по сторонам, и руки его, казалось, отдыхали на баранке, которая вроде бы сама по себе беспрерывно покручивалась. Хотя бы уж помолчал до завода, надоела его болтовня, весь день развлекал на станции публику и в дороге не унимался, хотя Надя демонстративно не слушала его. Парень как парень, когда молчит, ничем не хуже других шоферов. Но в том-то и дело, что молчать он не умеет. Откуда только что берется? Верить его рассказам, так он дружит с министрами, ездит по заграницам и не полетел на Венеру лишь потому, что дали короткий отпуск, не обернуться в два конца. И не подумает, что у человека, может быть, свое настроение далеко не шутливое и не такое беззаботное. Товарный двор станции отдалялся вместе с заботами дня. Еще час назад для Нади не было важнее дела, чем сдать на станцию груз, и тревожилась она только о том, чтобы не пришлось везти изделие обратно на завод. Теперь возбуждение, порожденное большой очередью, поломкой крана и беззаботностью Вани Зуева улеглось и отставало где-то по дороге, как пыль за машиной, и, прожитый в ожидании день, представлялся нескладно куцем. Раньше половина восьмого на завод уже никак не успеть, Сергей наверняка не будет ждать ее столько времени. Утром в сутолоке поговорить толком не удалось, сказал, что везет продукты в пионерский лагерь и что новоселье назначено на завтра. Готовься, сказал из кабины, отъезжая от гаража, это дело мы реализуем, вся родня соберется. Огорошил и нет его. С утра в Наде жила надежда застать Сергея в гараже после работы и узнать подробности о завтрашнем новоселье. А за ней накапливались заботы, мелкие сами по себе, но очень важные в свое время. Выбрать соответствующее платье, сделать утром прическу и маникюр. Когда они подступили к Наде вплотную, то обнаружилось, что ее нарядные платья могут не прийтись по вкусу родителям Сергея. Слишком открытые и короткие. Надя остановила выбор на белом шерстяном платье. Но и над ним придется посидеть вечером. Пожалуй, хорошо бы купить к нему керамическую брошку, как у Ларисы из отдела сбыта. Проехали центр города. Ваня Зуев гнал машину, не заботясь об удобстве пассажирки. Надя сердилась, но через некоторое время, забывшись, снова попадала врасплох, и Ваня Зуев смеялся еще заразительнее. Не находит о чем говорить. Вот и забавляется. С моста открылась и отступила назад набережная улица. Надя охватила взглядом лишь общий вид. Опрятные высокие дома под голубым небом. Сочную зелень сквера вдоль берега. Юркие, как жуки, водомеры моторные лодки на подсиненной воде в солнечных бликах. Ух, видела экспериментальный дом? Крупнопанельный, в девять этажей. Красота. И внутри удобный. В каждом подъезде лифт. В кухне мусоропровод, коридоры просторные. Запросто можно ставить ларь под картошку, и никому не помешает. Вон его крыша, видишь? Мой. Я в нем живу. На пятом этаже. Между прочим, самый удобный этаж. И пешком мне тяжело подняться, и на лифте не стыдно. Машина въехала на окраинную улицу. С обеих сторон дороги густо росли тополя, скрывая сплошной зеленью частные домики. Листья на деревьях заматерели, потускнели и усохли. За этими тополями незаметно кончается город. И аллея через пустырь, также скрытый зеленью крон, подводит затененную дорогу к заводским воротам. У гаража Надя сошла на землю непослушными ногами. Отошла в сторону, остановилась под окном диспетчерской. В общем-то, в диспетчерскую ей незачем подниматься, и на завод можно было бы не приезжать. Сошла бы в центре, пересела бы на автобус, или Ваня Зуев довез бы до дому, как предлагал. По машине диспетчеру видно, что изделия сданы. А Сергея в цехе нет, уже вышел бы к ней. Или из окна диспетчерской позвал бы. Территория завода в пёстрых газонах, в асфальтовых дорожках была безлюдной. Корпуса цехов будто прятались за молодыми тополями, но их выдавали густые вечерние тени. Завод жил звуками. Металлический ляск и скрежет возникали неожиданно и одновременно в разных местах. Звуки вязались в узлы, обрывались, как нити троса, возникали вновь, создавая впечатление хаоса. Но в этом хаосе, если прислушаться, улавливалось ритмичное стрекотание, доносившееся приглушённо из цехов, будто по всей территории завода расставлены огромные коробки, наполненные кузнечиками. Работала вторая смена. Надя тоже была трудягой-кузнечиком. Она достаточно напрыгалась на станции за день. Из товарной конторы к весовщику, от весовщика к крану. Отработала полторы смены, но запылённая и уставшая была довольна, что дело сделано. Утром она оставила в ящике стола сумочку, а в ней мыло и полотенце. И сейчас было приятно вспомнить об этом. Можно и дома помыться в ванне, но рабочий душ доставляет большее удовольствие. Надя рассчитывала увидеть Сергея. Ей не хотелось торопиться домой. Однако было ещё что-то невысказываемое, что удерживало её сейчас у цеха. Заставляло вслушиваться в ритм жизни завода. Она медленно поднималась по крутой металлической лестнице в диспетчерскую. Разговор с начальником цеха не сулил ей ничего отрадного. «Давай квитанцию. Не привезла. О чём ты думала? Конец месяца. Цейтлин с телефона не слазит. Сама объяснишь ему». Квитанцию надо было ждать ещё минут сорок в лучшем случае. И то, если в товарной конторе соблаговолили бы сразу оформить документы. А у Нади уже не оставалось сил уламывать кассира. Решила, что возьмёт квитанцию в понедельник. В понедельник? А не сегодня кончается месяц? Ну, путаву ответит. «Скажите спасибо, что изделие сдала. За квитанцию и диспетчер вон съездить может». И кивнёт на Блонского. Всё равно бьёт баклуши. Диспетчерской была небольшая комната с одним окном и тремя столами. Диспетчера, завхоза и экспедитора. Из неё вела дверь ещё в одну комнату, кабинет начальника цеха. Сейчас эта дверь была раскрыта. Путов сидел за столом завхоза. Надя прошла к своему столу. Села за него прямо, не откидываясь на спинку стула. Что случилось? Кран поломался. А груз? Сдала. Квитанции, конечно, нету. Нет. Ну, ладно. Завтра возьмёшь. Ну, завтра. В понедельник. Эх, только что Цейтлин звонил. Готовой продукции в десятом цехе говорит много. Завтра надо вывезти. Да не поеду я на этой колымаге. Всю душу вытрясла. Кругом щели, стёкла не открываются. Поедешь на зиле. К восьми часам машина будет готова. Садись и погоняй. Путов решительно поднялся и пошёл в свой кабинет по стариковски сутулись в старомодном широком костюме и волоча ноги в тяжёлых туфлях на микропористой подошве. В проёме двери он обернулся. Надежда, мы договорились. Надо, понимаешь. Надя спустилась в гараж, пустой и прохладный. Душевая располагалась под лестницей. Чистый цементный пол устилали деревянные решётки. Надя сбросила босоножки. Влажное дерево решёток ласково холодило подошва ног. С этого холодка, который постепенно проникал в тело, сгоняя с него липкий жар, и начинался рабочий душ. Из-под воль возникало предрасположение к раздумчивой медлительности, когда каждое движение наполняется смыслом. Каждая мысль приобретает завершённость. Путов думал, она снисходительно уверен, что уговорил её премией. Но она поддалась уговорам из жалости к старику. На него же все шишки повалятся, хотя и нет его вины в том, что десятый цех выдаёт продукцию штурмом в последние дни месяца. А он будет молча переживать несправедливость. О себе даже не заикнётся. Вы бы, Иван Данилович, сказали, что изделия-то лежат. Пускай тёпленькие ещё, но лежат в десятом цехе. И отправить их надо срочно не ради премии, не ради личной выгоды, а потому что их ждут, не дождутся на других заводах. Не только пыль смывалась под душем, обмывалась усталость, становилась лёгкой и светлой, так что приятно было держать её в себе. В плотных струйках воды, в её шуме и запахе, бесследно растворялась досада, накопившаяся за день. Домой Надя ехала в новеньком автобусе Лиас. Выбоины и неровности дороги гасились под днищем чуткими рессорами. Навстречу тоже попадались такие автобусы, Ликинские и Львовские, отличающиеся бережным и плавным ходом. И Надя доставляла удовольствие, между прочим, думать, что их всё больше появляется на улицах города. Улицы сменяли одна другую. Деревья за окном казались обрызганными салатовым подростом, особенно заметным в начале летних сумерек, которые накапливаются под деревьями и у домов по-сибирски затяжно, и так и не успевают подняться над землёй, над городом, над домами и деревьями, сдерживаемые стойким за горизонтным светом. Сумерки мягко приняли Надю на автобусной остановке. Она шла к своему девятнадцатому Е-дому по асфальтовым дорожкам, на которых играли ребятишки, под распахнутыми окнами, из которых слышалась музыка, мимо людных скамейку подъездов. Шла неторопливо, и мир виделся ей иным, нежели совсем недавно из кабины краза, добрым и прекрасным. Издали Надя увидела раскрытую балконную дверь своей квартиры и по ней определила, что кто-то из родителей есть дома. На звонок вышла мать. Надя постепенно и незаметно привыкла оберегать мать от своих делозабот. Иногда сознательно ради её спокойствия шла на обман. Не пройдя по конкурсу в педагогический институт, она сказала матери, что поступила на заочный факультет. Через год она действительно стала студенткой-заочницей, только не педагогического института, а автодорожного. А матери пришлось говорить, что перевелась из-за работы, что специальность экономиста теперь ей больше нравится. Уже закончила второй курс, а мать так и не подозревает о пропущенном годе, о её тогдашних метаниях. Отец предлагал свою помощь. Надя была откровенна с ним, обещала устроить в свой цех автоматов. Он механик, на заводе его ценит, и, конечно, уважили бы его просьбу. Но Наде необходимо было самоуважение. — Сама большая, — сказал тогда отец, соглашаясь с ней. — Устраивайся, где хочешь. И вообще он умница. И матери до сих пор не проговорился. Сергей отец не взлюбил с первого взгляда. Из молодых до ранней, — говорит, такие деляги-разумники у них в цехе долго не держатся. Надя поначалу оскорблялась за Сергея, вступала в спор, но отца не переубедишь. И она стала избегать разговоров о Сергее дома, как вот сегодня с матерью. Её оставил равнодушный приход Сергея, что она отметила с недоумением. Родительская опека утомила её. Вздохи матери за спиной, молчаливость отца она принимала на свой счёт. Пора уж определиться в жизни, быть самостоятельной и независимой. Сергей убеждал её, что для этого необходима прежде всего материальная база, квартира, мебель, постоянный доход. Что верно, то верно, соглашалась Надя и ждала. Но не такого разговора ждала, какой состоялся утром с Сергеем на ходу между делом. А если прав, отец? Квартира построена, мебель есть. Теперь подошла очередь обзаводиться женой. Утром Надя сунула ноги в лакированные босоножки. У гаража стояла машина Сергея ЗИЛ-130, нагружённая изделиями мелочёвкой. Рядом пофыркивал наготове дежурный автобус Пазик. Дядя Коля Банкин, молчаливый пожилой шофёр, окликнул Надю, раскрыв дверцу. Поехали! Ну, новое дело! Мне на станцию ехать! Из окна диспетчерской выглянул Путов. Надежда, сказано, сделано. Покажешь, где Сергей Прибылов живёт и мигом обратно. Ладно! Дядь Коль, набережная, улица, кооперативный дом, знаешь жить? Знаю. В квартире Прибыловых Надя не бывала. После второго звонка дверь широко распахнулась. В глубине коридора, загораживая проход, стоял солидный, налитый здоровьем мужчина. Одной рукой он придерживал дверь, а другой застёгивал тенниску, заправленную в пижамные брюки на резинки. Надя догадалась, что это Прибылов старший. Своей осанкой он сошёл бы за главного бухгалтера крупного предприятия, хотя Сергей говорил, работает водителем автобуса. Здравствуйте! Мне бы Сергея, пожалуйста. Здесь я. Это ко мне. Надя не расслышала, ответил ли на её приветствие отец. Но Сергей определённо не поздоровался. Перешагнул порог, не выпуская двери из рук. Что случилось? Путов послал. Путов? Делать мужику нечего. Если начальник не управляется вовремя, то это плохой начальник. Поняла? Сам покоя не знает и людям не даёт. Пусть сам выход ищет. И ты не поддавайся ему. Зачем тебе? Лучше других не станешь. И в такой день... Надя слушала его растерянное, будто провинилась в чём-то. Сергей отчитывал её, не поинтересовавшись даже, зачем понадобился Путову. Спохватившись, он шагнул к Наде, уверенно привлёк её к себе. Пора мне. Машина ждёт. Дядя Коля, привет ему. Скажешь, что меня дома нету. И сама не задерживайся. Жду в три часа на старом месте. Дядя Коля, не видя Сергея, спросил взглядом, ну что он был там. Поехали. Сказал, что дома его нет, а тебе привет передавал. Понимающий хмыкнув, шофёр вывел автобус на дорогу и помчал его в обратном направлении. Дядя Коля, ты куда? На завод? Шофёр-то всё равно нужен. Да погоди, не гони так. Ты не знаешь, кто по пути живёт. Кто? Шофёр задумался. О, Ваня Зуев. Давай к нему. Миновали мост. Экспериментальный дом оставался в стороне. На Надю напало бесшабашное настроение. Занятно получается. Будто она не на работе, а катается по городу в своё удовольствие. Сергей хитрит, дядя Коля сердится, с Ваней Зуевым дело тёмное. С усилием удалось Наде сохранить серьёзный вид. А то, гляди, дядя Коля действительно укатит на завод со спокойной совестью, что распоряжение начальника цеха выполнил, а что шофёра не привёз, его не касается. По кривым переулкам они пробрались на широкую улицу, где с обеих сторон были разбросаны ветхие домишки послевоенной постройки. Их теснили к реке чёткие порядки стандартных пятиэтажных домов. Шофёр остановил машину. Напротив машины, справа под насыпью, стоял побелённый домик с весёлыми окошками и с небольшим чистым двором. Надя увидела во дворике Ваню Зуева. Хо-хо! А я ждал вас! Ждал и ждать устал! А вы вот они! Прошу! Наде надо было сказать ему, что некогда, что его срочно вызывают в цех. Но она неожиданно для себя соскочила на землю. Водичка есть? О чём речь? Водичка есть! И кроме водички есть! Ваня выставил из холодильника на стол трёхлитровую стеклянную банку с хлебным квасом, налил Наде полную кружку, подал. Она пила небольшими глотками кисленький домашний квас откровенно, чтобы Ваня заметил и, может быть, смутился, оглядывая потолок и стены кухни. Ваня заметил, догадался, о чём она подумала. Ну, как тебе моя дача? Мне она очень нравится. Я даже зимой тут живу. Чу! Спасибо. Хороший квас. Плохого не держим. Заезжай ещё, всегда напою. Так я же не квас пить приехала, а за тобой. За мной? Тогда мне тоже переодеться надо. А куда мы пойдём так рано? В кино я признаться давно не был. Туда же, где вчера были. Изделие уже на машине, надо срочно везти на станцию. Путов говорит, план реализации не дотянули. Директор говорит, уже звонил в цех. Директор? Ну? Ну, с этого и начинала бы. Пройди пока в комнату. Да не стесняйся ты. Мама там. Слышишь, мам? Директор вызывает. Надя не разобралась, продолжает ли он шутить или говорить всерьёз, но его уже не было в кухне. Откинув занавеску, она остановилась в проёме двери. С кровати у стены напротив на неё смотрела, улыбаясь, старая женщина в рубашке с завязками на шее, с рукавами по локоть, на голове белая косынка. Смотрела неотрывно ясными голубыми глазами. — Здравствуйте! — сказала Надя, чувствуя, как неудержимо краснеет. — Присядьте хоть на диван, — пригласила женщина. Ваня сейчас вернётся. Он к соседке побежал, к бабе Тане Бахтиной. Никогда меня одну не оставляет. Вернулся Ваня. — Мам, слышь, мам, сестра милосердия придёт через полчаса, а я, сама понимаешь, человек государственный, на мне план держится. Так ведь? — Только так. Я готов. Поехали. Ваня догнал Надю у автобуса, помог подняться на ступеньку. Воображение отказывалось служить Наде. Она заставляла себя думать о больной женщине, недвижимой и одинокой в пустом доме, но видела ясные голубые глаза, слышала ровный, полный нежности голос. — У него мать больная, сказала шепотом, наклонившись к шофёру. — Год не поднимается, сказал он. — Год? И вы ничего? — возмутилась Надя, но умолкла, оглянувшись на Ваню Зуева. — Сама работает уже три года с ним в одном цехе, видит его чуть ли не каждый день и, пожалуйста, не знает. — А узнаю такого. — Весёлый парень Ваня Зуев. Ваня Зуев тронул машину, как только Надя вскочила на подножку. — Эх, прокачу, не подведи, родная. Туда же говоришь, где вчера были. — Ясненько. На том же месте, в тот же час. Он балагурил всю дорогу. В конце концов добился, что Надя засмеялась облегчённо. — Ой, ты всегда Ваня такой. — Мама говорит, что когда сплю, то ещё лучше бывает. Только тогда, говорит, и отдыхает по-настоящему. — На товарном дворе уже были машины. — Смотри-ка, не одни мы такие хитрые. Где-то тоже хотят премии получать. На них никто не обращал внимания, пока Ваня не вышел из кабины. — Ваня Зуй в смат-машин громко оповестил шофёр ближайшей машины, увидев его. — Привет, Ваня! Зилом прибарахлился. — Здорово, Ваня! Какие вести из Рима! Подходили шофёры, экспедиторы, грузчики, здоровались весело с Ваней, который уселся на подножку, заложив ногу на ногу, и становились в полукруг, приготовив улыбки. — Ваня, ты здесь? А вчера говорил, что в Швейцарию улетаешь. — Так я уже собрался. Брюки погладил, лезвие для бритвы купил, да директору говорил повременить. Не годится, говорит Ваня, по заграницам раскатываться, когда завод не выполняет плана реализации. Ну, вы сами знаете, что такое реализация. — Ну, ладно, говорю, Игорь Владимирович, сделаем реализацию. — Не могу я отказать, понимаете, когда человек по-хорошему просит. А в Швейцарии, между прочим, я бывал. С нашими футболистами ездил. Они к сезону там готовились, ну, и у меня там отпуск совпал. Чего, не в Швейцарии готовились? Ах, в Болгарии! Ну, это я, наверное, перепутал. А что, брюки погладил, так пригодится в кино сходить. Вон, с экспедитором уже договорились. Правда, Надь? Правда, Ваня? Слышали? Тогда, говорит Игорь Владимирович, жми, Ваня, на станцию, а я тебя на заводе буду ждать. Ребят, может, без очереди пропустите? Ждет ведь человек. А что, ему больше делать нечего, что ли, а? Хитер, Ваня. Ну, че? Не пройдет. Да какая тут хитрость? Спросите экспедитора. Надь, скажи им, где директор? Надя хохотала до слез. Сдать изделие без очереди, конечно, не удалось. Но время до обеда пролетело незаметно. Перекусили в буфете. Ваня купил полкилограмма свежих огурцов и маленькую шоколадку. Надя догадалась, что шоколадка предназначается для бабы Тани, а огурцы пойдут на окрошку, так как лук и квас у него уже есть. Сдали груз. Потом ждали квитанции. Выехали с товарного двора в три часа. Надя, узнав время, вспомнила, что Сергей ждет ее на набережной. Вспомнила мимолетно, без досады из-за того, что запаздывает. Пускай ждет. И мысли не возникло, что можно прямо на зиле подъехать на набережную. Квитанции шофер отвез бы. Ей самой хотелось доставить квитанции. Ветерок продувал кабину, машина плавно катилась по асфальту. Ваня Зуев балагурил от души, а она смеялась его шуткам, успокоенная и свободная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok